Это диздец, товарищи. Просто диздец. В тот вечер я просто решил прокатиться на мотоцикле в последний теплый осенний день и заснять несколько кадров с покатушек для очередного ролика. Все происходило с небольшой спешкой, так как до вечера планировал выпустить видос на канале и, выезжая из дому, я забыл взять телефон. Слегка моросило, над небом надвигались тучи, а я на кассике двигал вглубь леса, записывая происходящее на камеру. Чтобы вы понимали, в этот лес я отправился впервые, но так увлекся дорогой, что успел уехать в места, куда, по всей видимости, уже давно не ступала нога человека. Все тропы были припорошены листьями и старая укатанная дорога, на первый взгляд, мне показалась надежной, хотя перед съездом я на всякий случай остановился, чтобы проверить обстановку. Но случилось это. В тот момент мне было не до съемки, так как через час уже потемнело бы, а бросать мотоцикл в лесу я не хотел. На то было несколько причин. Во-первых, на следующий день, по прогнозу, температура воздуха опустилась бы до 7-8 градусов ниже нуля, что, собственно, и случилось. Во-вторых, несмотря на тишину в лесах, не исключал вероятность, что мотоцикл украдут. Да и под собственным весом Касик погружался в болото все глубже с каждой минутой. И я просто не мог так взять и не попробовать вытащить своего железного коня самостоятельно. Несмотря на то, что кроме скотча, которым я крепил камеру и куска проволоки, у меня ничего не было. До вечера остается совсем чуть-чуть, а мне нужно сейчас вырыть из этой глины свой мотоцикл. Он тяжелый. Нужно сейчас по этому болоту сделать платформу. Я уже всыпал сюда дров немеренно. Надо еще всыпать. Самостоятельно поднять этот мотоцикл на дрова эти, а потом потихонечку выкатить назад. Ох, чувствую, предстоит мне сейчас работенка некислая, пацаны. И самое главное, остановился перед этим болотом. Думаю, так, надо все-таки проверить, блин, а вдруг, короче, глина. Как оказалось, я не ошибался. Так, тут, чтобы ты понимал, ты посмотри, какие у меня тапки. Ты посмотри на эти глинамесы, дядя. Ты просто глянь. Ох, ты что, погрузь, понял. Тут где-то по колено, а там уже где-то по пояс. Я уже боюсь туда ступать. Если мотоцикл под весом сейчас туда упадет, я не знаю, чем я буду его доставать. Наверное, какую-то лебедку придется брать, которой у меня нет. Цеплять за дерево, а уже лебедкой тянуть назад. Да, конечно, знатно я прокатился только что. Уже все, вся морда черная, нос черный, болотом ляпнул нам на... Ах, да смотри, посмотри. Одет я, конечно, был не по погоде, так как планировал выехать на час, а в итоге задержался до ночи. Я принял решение сформировать платформу из дерева, которая не даст мотоциклу возможность тонуть в болоте и принялся выгребать его с помощью палки. Так, ребята, получилось вывернуть мотоцикл на одну сторону. Теперь сейчас стелю это все палками и потихонечку тяну мотоцикл туда, завожу и петляю отсюда нахер. Потому что если я еще разочек загрузну, я чувствую силу, меня больше не хватит, чтобы достать эту колымагу из болота. Так, там ты посмотри, да, ты просто посмотри, хотя бы не утонуть. Ты посмотри, какая там глубина. Колесо вот, ну, по вилку, понял? Нырнуло полностью. Вот это жестко. Так, лады, буду вытягивать. Вот так, собственно, выглядела часть сооружения из палок, которая дала мне возможность опрокинуть мотоцикл на бок и сместить его в сторону. А так как мотоцикл тяжелый, да еще и в болоте, можно было себе спину сорвать или погрязнуть в болоте самому, пытаясь его вытащить. Но в итоге менее чем за час мне удалось поставить его на палки и после выкатить на сухое место. Прошло еще немного времени, я все-таки достал из болота мотоцикл, но вы не представляете, как я охуел. Я его развернул. Получается, самое тяжелое это мотор, цилиндры. И он этими цилиндрами упирается в болото. Эти палки тоже. Нет ни топора, ни ножа, ничего. Я его так аккуратно, постепенно, шаг за шагом, колесо на эту сторону. Тут протрамбовал и выехал этой стороной. Сейчас забираю шлем и буду уезжать отсюда, потому что отъехал очень далеко. Вот это да, бездорожье жесткое. Мотоцикл сразу отъехал подальше, чтобы опять не загрузнуть в глине. Сегодня в эту мокрую сырую погоду глина беспощадна. Я вам хочу сказать, если была бы какая-то лебедка, вытянуть его было бы намного проще. А так получается следующая картина. Мне еще очень крупно повезло, что я его сам смог вытянуть, потому что в эту дорогу вряд ли кто-то поедет. Это разве что лебедка. Ну и плюс повезло, что цилиндры не засрало болотом, водой. Успел вовремя подложить палки. Буду ехать домой, ребята. Жесткое было бездорожье. Да, мое болотное приключение закончилось приятным финалом. Главное, что не пришлось оставлять мотоцикл в лесу, искать лебедку и тратить еще целый день на спасательную операцию. Уф-роуд на кассике дело веселое, но только при наличии лебедки, так как мотоцикл тяжелый, вытянуть его из болота в одиночку задача весьма непростая. Ну а теперь, собственно, осталось дождаться первого снега и я еду месить болото. Так что все, кто беспокоился за мотоцикл, можете расслабиться. Все гуд. Вот в таком состоянии у нас кроссовочки после лесных приключений и замесов в глине. Чудесно смотрится, да? С ума сойти. Жалко кросса. Съездил, называется, растянул свою голову. Покатался на мотоцикле. Знатно. А какие говномесы. На улице уже сыпет, хоть и незначительный, но снежок. Вот таким образом выглядит кассик после глины и болота. Я еще не успел его очистить. В цилиндрах грязь, палки, на которые, собственно, я это все опирал, чтобы вытащить его. Да, вилка тоже засрана просто до нереального состояния. Но кроме вот этих мелких, так скажем, проблем, да, больше ничего серьезного и нет. То есть мне очень крупно повезло, что меня не застала ночь. Потому что от города я был очень далеко. И я не знаю. А сегодня передают 7 градусов мороза. И завтра будет мороз. И послезавтра. Ну, в общем, прикинь, если бы он там задубел в этом болоте. Ё-моё. Сколько там работ. Все, ребятишки, я дома принес аккумулятор. Пусть греется. В доме, чтобы не замерзал. Потому что ночью ударит мороз. И будет ему нехорошо. Да, на улице уже где-то минус 2, минус 3. А в доме тепло. И отапливают у меня это все. Один-единственный обогреватель. Вот он. По-моему, 2 или 2,2 киловатта. И работает у меня всегда он наполовину. Где-то на 60%. И греет он просто изумительно. Добро, ребятишки. Буду пилить видосик. Давайте, будем на связи. Еще, может быть, чуть потеплее, то покатаемся на мотоцикле. А если не потеплее, то прицеплю коляску. И будем гонять по лесам с коляской. На связи.